Дим, ну надо постараться передачу сделать в ноги. Передачу раньше отдавайте, не сближайтесь. Антон, близко очень все. Все, передача пошла, Денис. Раньше, раньше передачку. Дима, раньше передачку. Все, пошла. Вот так, хорошо. На данный момент у нас это как бы преобладающее направление именно мини-футбол. Ну, причин для этого как бы они очевидны. Самый массовый вид, во-первых, в мире, самый популярный, игровой, что, конечно же, привлекает пацанов достаточно сильно. Вот у нас две возрастные категории. Это вот в данный момент младший тренируется, еще старший есть. Ну, как бы прогрессирует потихоньку вполне. Нет. Саш, можно? Чуть дальше сбрасывай, Кость. Тут близко сильно. Я понял. Так, сейчас на силу пошли. В каждый удар вкладываться. В каждый удар вкладываемся. Сильнее, Макс. Ты можешь сильнее. Все, наноси. Хорош, Дим. Об этой команде, состоящей из ребят, у которых нет родителей, знают по всей стране. Они не раз брали награды на самых престижных соревнованиях. Три раза мы участвовали на Мегафоне. Там на УФО выходили. Занимали вторые места, вторые и третьи места. Входили в призеры. Участвовали на Ашане. Поколение Ашан. Вот там вот мы выиграли в Москве. Каждый из них пришел в футбол своей дорогой. Но в одном они точно едины. Игра навсегда изменила их жизнь. Благодаря спорту я начал развиваться физически. Начал заниматься и играем. Весело. Атмосфера хорошая. Достаточно много новых знакомств. Путешествия, можно сказать, в разные города. Вылетаем в Москву. Сейчас ребята усиленно готовятся к новому сезону. Пока неизвестно, когда он стартует. Но тренер все равно не дает расслабляться. Они готовы для определенного уровня соревнований. Что, в принципе, за это говорит их достижение. К областному уровню они подготовлены, можно сказать, на 100%. Ну, а дальше уже все серьезней. Существует определенный план тренировок, конечно. Секретов там никаких нет. Но утро у них, как правило, с физической зарядки, с беговой физзарядки. Это для всех возрастов. А во второй половине дня у каждого возрастной группы своя тренировка. Обычно полтора-два часа, которая состоит само собой. Разминка, определенный набор упражнений. Потом двусторонняя игра. Потому что без игры им будет все равно скучно. Так, в принципе, все стандартно. Пацаны просто хорошие. Ловят на лету, схватывают. Плюс старшие помогают. От них что-то перенимают. Смотри, игроков. Ну, отыграйся, если некуда, вперед. Сергей. Обратно, Лидов. Сморись. Можно лишнее, лишнее? Да, ничего подобного. Конечно, только лишнее движение. В нашем центре воспитывается 47 детей. Это дети в возрасте от 3 до 18 лет. Все дети у нас уже с социальным статусом. То есть это либо дети-сироты, либо дети, оставшиеся без попечения родителей. В отличие от социально-реабилитационных центров, у нас дети проживают до момента, когда они обретут себе новую семью. То есть когда мы найдем им новых родителей. Особенностью нашего учреждения, наверное, является то, что мы географически, что ли, вот так расположены рядом с лесным массивом. И поэтому, конечно, самой первоочередной задачей, вот мы ставим это физическое развитие детей. Наши дети любят и хотят заниматься спортом. Занимаются различными видами спорта. Но больше всего, конечно, любят, а мальчишек у нас больше в учреждении. Это зимой хоккей, летом футбол. Вот так живут юные спортсмены. Просторная гостиная, спальня, прачечная. Нашлось здесь и место для наград. Мы находимся в группе, где у нас и проживают дети. Вот это вот зал. У нас отдельная кухня. Дети, где получают еду в столовой, раскладывают еду на кухне. Там у нас находятся спальни. Ну вот так живем. Данную награду мы получили в сентябре этого года, выиграв финал в городе Москве по футболу всероссийских соревнований поколения «Шан». Вот главный приз нам дали. Вот основные награды только касаемо футбола учреждений. То есть за несколько лет как командные награды, так и личные. Первые призовые места. Отдельно могу показать данный кубок. Этот кубок мы выиграли в Москве. Привезли с Москвы. Он переходящий. Значит, на этом кубке все учреждения, кто его выигрывал. И вот мы. И он у нас задержался? Он у нас, да, из-за карантина он у нас задержался. Вообще его должны были разыграть в этом году. Может быть мы его, конечно, и оставили бы у себя, а может и передали уже в другое учреждение. Призовые деньги с одного из чемпионатов пустили в дело. На премию купили новые тренажеры. Причем это была не инициатива руководства центра. За обновление проголосовали сами дети. У воспитанников этого центра есть хорошая черта. Инициативность. Они не только сами оснащают тренажерки, но еще и добиваются строительства спортивных площадок. В рамках московского социального проекта «Живем по-настоящему» нашему учреждению было предложено разработать ребятам самим социальный проект и воплотить его в жизнь. Таким образом, на совете дома родилась идея обогатить нашу спортивную инфраструктуру и своими силами на территории построить волейбольную площадку. Проект разрабатывался группой энтузиастов, старших воспитанников, к которой подключились дети и среднего, и младшего возраста. Ребята сами определили место, где может быть расчищена площадка, выравнивали ее, выкапывали корни, потому что вы видите, что здесь лесной массив так называемый, и социализировали, вернее, обращались в совет депутатов Курчатовского района, в администрацию Курчатовского района, доказали нашему руководителю, мне как руководителю, необходимость строительства этой площадки. На площадке состоялся один из этапов ежегодной спартакиады. В этих соревнованиях участвуют все воспитанники центра, даже те, кто и спортом-то не особо занимается. Ну, это так называемая наша внутренняя спартакиада, солнечные назвали, понятно, по причине. Проходит она по семи видам. Это мы сделали семь видов, в которых, в принципе, может участвовать каждый ребенок. У нас тут без ограничения возраста весь состав детского дома разделен на пять команд. В каждой есть капитан из старших юношей, который свою команду готовит к этим соревнованиям. Уже мы в течение лета идем, провели уже баскетбол, волейбол, мини-футбол, достойный теннис, дартс. Вот у нас осталась легкая атлетика, эстафета, эстетика атлетическая, и теоретический спорттест на знания. И по итогам всех этих мероприятий будет общая такая сводная статистика подведена, и лучшие команды награждены будут. Ну, и по персонам, то есть, там, как правило, у нас самый юный. Ну, в общем, несколько тоже категорий. Она у нас в течение всего лета практически идет. В центре есть своя хоккейная команда. У всех игроков имеется профессиональная экипировка. Хоккею в нашем учреждении уделяется достаточно большое внимание. Наши ребята тренируются хоккеем, в принципе, круглый год. Вот, занимаются. В зимний период времени у нас свой хоккейный корт. Ребята заливают лед, следят за его состоянием. Вот, значит, вот у нас форма, в которой дети играют в хоккей. Здесь полностью комплект хоккейной формы. То есть, шлем, краги, нагрудник, наколенники, налокотники, трусы и коньки. Ну, и клюшки. Форма хоккейная есть у каждого ребенка. Вот, все ребята с удовольствием в зимний период времени занимаются им, играют. Вот, принимают участие в соревнованиях в детской дворовой хоккейной лиге города ДДХЛ. Вот, в 2018 году второе место в составе команды юниор ЧТЗ мы заняли. То есть, мы объединились с командой. Мы вместе с ними и тренируемся в межсезонье в Ледовом дворце «Трактор» на ЧТЗ. Хоккейный турнир называется «Солнечный лед». Мы проводим его среди детских домов и школ-интернатов города Челябинска. Вот, приглашаем ребят. Ну, просим, чтобы у кого есть форма, привозили свою. Если у кого-то нет, мы выдаем свою. То есть, у нас есть старенькие комплекты. Вот, мы специально держим. То есть, обуваем, одеваем команду. Вот, и соревнуемся. Ну, вот, по пять, по шесть команд ежегодно приезжают. Ребята играют, всем нравится. То есть, мы сами находим призы. Вот, нас поддерживает администрация Курчатовского района в проведении этого турнира. Юные хоккеисты нашли возможность тренироваться даже летом. Сами разработали необычную программу. Летом ребята отрабатывают бросковую технику. То есть, здесь, на нашей площадке. Вот, и, в принципе, у нас есть один день в неделю. Мы выезжаем в Ледовый дворец «Трактор», где там проводим тренировку. Летом льда нету, так что мы придумали лист стеклопластиковый. И с этого листа ребята метают шайбу в ворота. Это причем дает свои плоды, вот, потому что улучшается бросок, скорость полета с шайбы. То есть, точность попадания в ворота. Вот, то есть, да, такое упражнение очень полезное. В центре, где дети живут спортом и не просто живут, а еще добиваются серьезных успехов, не намерены останавливаться на достигнутых результатах. В планах, которые должны сбыться, открытие бассейна. Планы есть, развиваться хочется. Хочется, ну, если на перспективу, на территории учреждения построить какой-то оздоровительный комплекс, вот, может быть, с водными процедурами, чтобы после тренировок дети могли там принять баню, какой-то мини-бассейн. Хочется обновить хоккейный корт. База вообще у нас хорошая. Дети получают достаточно весомые денежные призы, на которые мы приобретаем оборудование. Поэтому, ну, хотелось бы еще много чего. Прямо наша мечта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин